Как там по-русски баскетбол? Как там по-русски баскетбол? Никита Курбанов Фото, официальный сайт ПБК ЦСКА Влад Меньшов Все статьи автора Из номера 035 за 24 мая 2019 год Опубликована полночь 37 24 мая 2019 год Версия для печати отправить по почте ЦСКА лучший клуб Европы У российских поклонников баскетбола повод для радости ЦСКА в очередной, уже восьмой раз в своей истории Завоевал титул лучшего клуба Европы В финале четырех армейцы повергли знаменитый Реал 95.90 и турецкий Анадолу Эфес 91.83 Они появили и мастерство, и характер, и хладнокровие, и даже и героизм Лишь одно обстоятельство эту радость омрачает В полуфинале и финале Евролии в составе армейцев Был заметен только один россиянин Никита Курбанов Остальные наши либо остались сидеть на скамейке, либо сыграли совсем мало Легионеры вносят решающий вклад в успехи ЦСКА давно Но никогда еще не было такого их Если не засилье, то изобилие И на площадке, и в раздевалке английская речь преобладает над русской Лет десять назад на пресс-конференции после матча ЦСКА Жальгирис Наставник армейцев Эта Ремесина на все вопросы журналистов отвечал только по-английски, а организаторы не потрудились обеспечить перевод на русский Зато тренер литовцев Гентара Скрапикас говорил на хорошем русском, без акцента Тогда-то я впервые услышал от коллег, а за ту ли команду мы сейчас болели Отметим, труд всегда с симпатией относился к Андрею Ватутину, который уже 17 лет работает в БКЦСКА Во-первых, его отец Владимир Ватутин много лет был журналистом нашей газеты И старожил и помнит, как он приводил в редакцию маленького Андрюшу Во-вторых, сам Андрей Владимирович успешный руководитель и очень доброжелательный человек Впрочем, Ватутин, как и главный тренер ЦСКА Димитрис и Тудис Работает в тех условиях, какие создают МРФБ и руководство Единой Лиги ВТБ Которые год назад в очередной раз ослабили лимит на легионеров В заявке российских команд на игру по-прежнему допускается иметь не более 6 иностранцев Но в общем составе 8 варягов вместо прежних 7 Лимит на легионеров существует во многих национальных баскетбольных чемпионатах в Европе Как правило, он довольно мягкий, при этом есть разделение на легионеров Имеющих или не имеющих европейское гражданство Тем не менее, олимпийский чемпион Иван Едешко еще перед финалом 4-х откровенно заявил В Лиге ВТБ лишь в двух клубах делается ставка на российских игроков в Саратовском Автодоре и Нижнем Новгороде Но это, при всем уважении, клубы второго эшелона А сколько игрового времени у россиян в ЦСК, Химках, Униксе, Зените и Локомотиве Кубани Во всех топ-клубах на первых ролях легионеры Исключение только Алексей Швет из Химек Я сторонник жесткого лимита на легионеров Максимум 2-3 легионера в заявке на сезон Иначе наши игроки не получают своего шанса А вот мнение олимпийской чемпионки Елены Барановой, замдиректора по спортивной подготовке в УОР имени Гомельского Чем больше иностранцев в ЦСК, тем менее интересны мне матчи армейцев Да, они играют хорошо Но каждый год одни приходят, другие уходят, а я привыкла болеть за тех спортсменов, которых хорошо знаю Тем не менее путь в профессиональный баскетбол остается закрытым для большинства юных россиян Мало наших команд в розыгрыше Лиги ВТБ, всего 9 Надо брать пример с КХЛ, где играют 19 российских клубов О заселе иностранных тренеров Каждый из них, приходя в российский клуб, тащит за собой целый штат специалистов и игроков Когда в 1990-х наши тренеры ехали работать за границу Им не позволяли взять даже одного российского помощника А навязывали своих молодых специалистов Продолжение следует... Продолжение следует...